Добрый вечер И к свой гаджет, и что-то зафиксируй. Аминь. Потому что мы сегодня будем говорить, на мой взгляд, это очень важная тема. Потому что вот так получилось, что я уже достиг такого возраста. Я еще достаточно свежий и молодой, но в то же самое время с годами не поспоришь. Я уже где-то в середине, потому что есть поколение моих родителей. Лично мои родители уже ушли на небо, и мама, и папа. А мама моей жены еще жива. И я уже стал давно отцом, и мои дети уже выросли. И я получился между двух поколений. Поколение моих родителей и поколение детей. Которые сегодня уже кому-то уже 20 с лишним, кому-то уже около 20. И я понимаю, что есть какой-то конфликт между поколениями. Но может быть, не конфликт, скажем, более так приятнее, недопонимание. Потому что, говоря о моих родителях, я переживал моменты, когда в чем-то я их не понимал и был не согласен. Потому что то, что они считали нормально, я уже думал, ну это не так. Но я столкнулся с тем, что мои дети подросли, и они начали мыслить так же. Папа, ты уже отстал от жизни. Ты уже, они не говорят там старый. Но они говорят, ты уже, ну, они пытаются такие слова подобрать, более мягкие. Я помню, как мой сын однажды в детстве хотел сказать о том, что я однажды умру. И вот он пытался как-то подобрать. И он сказал мне о том, что когда ты почти умрешь, кто будет пастором вместо тебя? Вот он так очень культурно постарался, ну, сказать, ты все равно помрешь. Поэтому, я извиняюсь, не могу, у вас тоже жарко, думал, не будет жарко, но все-таки жарко. Поэтому конфликт поколений, это то, с чем мы сталкиваемся. Но нам нужно научиться все-таки иметь вот эту связь поколений. И Бог в этом заинтересован. И сегодня мы как раз будем говорить о родителях, которые есть у нас. Ну, как бы тема молодая семья. Но я думаю, что это касается и тех, кто уже, ну, не совсем молодой, но и не старый. Уже есть родители, или лучше сказать, есть дети и есть родители. И мы как бы между поколениями. И я думаю, что мы замечали в своей жизни, что между людьми разных поколений может существовать вот эта огромная разница в восприятии жизни или отношения к жизни, в семье и так далее. Если, например, брать поколения, так лет 60-70 назад, то у них был свой уклад и свой взгляд на семью. Я буквально для примера хочу зачитать пару фраз из одного учебника, который был для старших классов лет так 70 назад. И вот обучали молодых, как готовиться к будущей семейной жизни. И вот какое было мышление или философия, которая насаждалась или преподавалась этим молодым людям. И вот здесь такой совет. Молодой жене для ее мужа. Ужин должен быть готов. Планируй заранее, желательно с вечера. Продумай. И когда он придет с работы, желательно, чтобы ужин был подогретый, чтобы ему не ждать. Он сел, и ты ему оп! Подала ужин. Приготовься сама. Здесь очень интересный совет. Отдохни в течение 15 минут перед приходом мужа. Слегка обнови макияж. Старайся хорошо выглядеть. Он только что был среди большого числа усталых коллег на работе. Будьте немного кокетливы. Возможно, после скучного дня ему нужен душевный подъем. Вы чувствуете разницу сегодняшнего? Подготовь детей. Уделите несколько минут тому, чтобы вымыть руки, литься детям, если они маленькие. Причешите их. Если необходимо, переоденьте. Такой хороший совет, да? Сделайте шум или сведите шум к минимуму. Во время прихода мужа устраните все шумы от стиральной машины, от пылесоса и от других агрегатов. Постарайтесь убедить детей не шуметь. И последнее мне нравится. Создай ему уютную обстановку. Предложи ему сесть на удобный стул, откинувшись на спинку или отдохнуть в спальне. Имей на готове прохладительный или горячий напиток. Принеси ему подушку. Предложи свою помощь, чтобы снять с него обувь. Говорите тихим, мягким, успокаивающим голосом. Вот это так лет 70 назад. Скажите, как все поменялось? Как все поменялось? Поэтому иногда именно вот разное восприятие и ожидание от совместной жизни, оно влияет и на отношения между поколениями. Потому что поколение, которое было вот много лет назад, лет 50, для них было главное. Это распределение ролей. Этот делает, вот это. Ну помните, в древности мужчины добывали, а жены содержали очаг. Сегодня эта картина серьезно поменялась. Поэтому мы должны с вами увидеть, как строить хорошие взаимоотношения не только в семье, но и между родителями своими и супруга. У нас сегодня такая тема. Поэтому в этом семинаре, я сегодня больше буду учить, чем проповедовать, мы рассмотрим два аспекта. В отношении между членами семьи, которые оказывают очень сильное влияние на наш брак и на наши отношения в браке с нашими родителями и родителями наших супругов. Итак, первое, это наше настоящее. То есть мы будем говорить о том, как созидать хорошие или даже лучшие отношения между молодой семьей и родителями. И второе, о чем мы поговорим, это прошлое. Тот, что мы приносим, приходя в брак, оно также влияет серьезно на нас, на нашу семью. Поэтому то, где мы росли, как мы воспитывались, что было заложено, оно с нами приходит в брак. И вот с этим мы должны тоже разобраться. Итак, настоящее. мы поговорим о том, как нам возможно созидать самые лучшие взаимоотношения с нашими родителями. Я понимаю, что в этой категории каждый из нас находится в разной ситуации или положении. У кого-то, может быть, к сожалению, родителей нет. Такое тоже возможно. Но это будет касаться и может отношений с вашими родственниками или, может, приемными родителями и так далее. Может быть, ситуация другая, когда у кого-то из партнеров уже родители умерли. Но есть другие родители. Или осталась мама, остался папа. И нам нужно выстраивать эти отношения с нашими родителями. Я думаю, что никто из нас не будет спорить, что члены семьи, они влияют на молодую семью. Это факт, с которым мы сталкиваемся, что родители, они влияют на брак. Поэтому, во-первых, нам важно понимать, как происходит здоровое развитие семьи. Потому что нас интересует все-таки не опыт там твой или того человека. Нам все-таки хочется увидеть библейское понимание взаимоотношений в браке. и с семьей, с родителями, супруга, жены или мужа. Поэтому особенно мы должны серьезно обратить внимание на отношения со своими родителями в сфере зависимости. потому что не секрет, мы все, ну, в основном выросли в семье. Может быть, полная семья, не полная семья, но все-таки были те, кто о нас заботился. И важно осознать, что когда мы создаем свою семью, нам нужно разобраться с тем, насколько мы выполнили требования Священного Писания. А вы все прекрасно знаете, что Библия говорит, оставит отца и мать, прилепится к жене, и двое становятся одной плотью. Поэтому требование оставить, оно касается как мужа, так и жены. Потому что если этого не будет сделано, то брак будет подвергаться каким-то серьезным потрясениям. Поэтому первое, что мы рассмотрим с вами, как происходит этот период развития, возрастания в семье. И как это потом может влиять на брак и на взаимоотношения между поколениями. Мы поговорим о четырех стадиях возрастания в семье. И вот сейчас я буду использовать некоторые картинки, можно первую вывести на экран. может ты много чего не увидишь, просто принцип, чтобы ты понимал. Это детство. То есть все мы однажды были детьми. У меня сейчас вторая дочь, ей буквально пять лет исполнилось. Она меня часто достает вопросом. Папа, а ты тоже был маленький? Я говорю, да. Вот как я маленький? Я говорю, да. Поэтому мы все были однажды маленькими. И вот мы видим этот круг, который обозначает как раз семью. Где есть родители, папа, мама, которые заботятся о нас. И это нам просто необходимо. Мы с самого начала полностью зависим от наших родителей. Они кормят нас, поят нас, потом они оберегают нас, защищают нас, делают все для того, чтобы мы не подвергли свою жизнь каким-то опасностям. у нас сейчас в церкви уже выросло поколение, которое рождает своих детей. И вот у меня секретаря, ой, это секретаря скоро будет, может быть, у бухгалтера маленький ребенок. И вот когда она приходит с ним в офис, она что делает? Все углы держит. Потому что он как раз подрос, все углы собирает. И вот в детстве нам просто была необходима полная зависимость от наших родителей. Потому что мы без них не могли. И что интересно, у родителей к нам была безусловная любовь. то есть они не ставили никаких условий. Не важно как ты выглядишь, не важно какая на тебе одежда, ты их сын, ты их дочь. Аминь. Они не обращают на какие-то вот внешние моменты. В то же самое время, когда мы растем, мы имеем определенную картину взаимоотношений наших иногда родителям кажется, что дети маленькие что не понимают. Они все хорошо понимают. Они еще ничего не говорят, но все фиксируют. Какие отношения между мамой и папой? Любят они друг друга? Нет. И все это оставляет отпечаток на их сознание и жизнь. Проявляют ли родители вот это вот физическое внимание, заботу, уважение, как они решают конфликты, которые есть. Без них никуда. И вот все это мы переживаем в детстве. И нам необходима полная зависимость от наших родителей. Следующая картинка можно можно. Это подростковый возраст. Мы видим, ситуация начинает меняться. Кто-то из вас имеет в своей семье подростков? Это уже не дети, которые полностью зависят от тебя. Вы заметили, они уже начинают в своей комнате диктовать, что будет висеть, что здесь наклеить. Вы заметили? Ты иногда заходишь и говоришь, дочка, ну зачем все это? Она говорит, папа, это моя комната. Я так хочу. Поэтому ты уже понимаешь, что у них есть какие-то свои взгляды на жизнь, на одежду, на какое-то вот внешнее, прическу. Иногда смотришь, как подростки проходят этот период, и ты чувствуешь, что ж ты так быстро вырос, а? Когда маленький был, как хотел, так и подстриг. когда подростком стал, попробуй. Он уже надо вот так, вот так. У меня все дети отращивали волосы длинные, потом налы состриглись. И вот этот период он существует. Но в то же самое время ребенок находится в кругу семьи. Он зависим, он подросток. родители должны осуществлять контроль, что он, например, должен вставать утром и идти в школу. Ну, я, может быть, отличаются мои дети от ваших. Они не очень хотят в школу идти. У вас же тоже, да? Тоже не очень, да? Они найдут сотни отговорок, почему сегодня не надо идти. У меня дочь сейчас старшая, она учится в десятом классе, вот ей как-то повезло. Она учится на семейном образовании, дистанционно, и она учится дома. Уже второй год. Она говорит, папа, ты не представляешь, какая я счастливая, все утром встают, и я сплю. Я захожу, уже двенадцать, доча, уроки надо делать. Она говорит, папа, успею. Я сама распоряжаюсь учебным процессом. Но так или иначе, ты понимаешь, что подросткам им нужно говорить. Тем более сейчас мы живем в то время, когда компьютер, все эти телефоны, все эти гаджеты, они же просто врастают в наших детей. Попробуй забери. Целые войны начинаются. И подростки нуждаются в том, чтобы осуществлялся контроль. Когда идти спать, во сколько приходить и так далее. Они готовы сидеть без времени, но ты понимаешь, им завтра учиться и так далее. вы видите, есть такая пунктирная стрелочка обратно от подростка к родителям. То есть это время, когда подростки должны осознать, кроме того, что родители заботятся о них, кормят их, одевают, они должны уже помогать своим родителям. То есть подростки должны понимать, что что-то в семье от них тоже ожидают. Аминь. Не просто ты пользуешься всеми благами, а у тебя есть обязанность, ответственность служить, что-то давать своим родителям какие-то обязанности. И как бы подростки не старались выглядеть свободными, а не нуждаются в родительской заботе, в родительской опеке, в эмоциональных каких-то вот утешениях, потому что подросток у него может происходить столько всяких потрясений в этом возрасте. И важно, чтобы родители были рядом. третья картинка это возраст, когда дети уже покидают родительский дом. Сегодня не секрет, многие дети, они уже пытаются пойти в свободное плавание где-то в 17-18 лет и показать мужа взрослые. И кто-то уезжает учиться в другой город, кто-то еще по каким-то причинам, но они пытаются уже отправиться в самостоятельное плавание. Но что интересно, хотя они уезжают, но они нуждаются в поддержке родителей. Это может быть финансовая зависимость, это может быть и эмоциональная зависимость, когда накапливаются какие-то проблемы, куда они бегут? Конечно, домой, к своим родителям, чтобы открыться, чтобы пережить какую-то поддержку. Но что интересно, в этот момент как раз происходит следующее. Родители тоже понимают, что дети их покидают. Вы знаете, некоторые родители это воспринимают нормально. Дети выросли и уходят из дома. Для некоторых родителей это потрясение. Она говорит, как? Моя дочка, я ее вырастил, она вот на моих глазах, и вдруг она уезжает. У меня вот буквально на днях дочь, которой еще нет, восемнадцать, едет в Москву на три месяца учиться. и когда я смотрю на это, иногда во мне поднимается дочь, как? Не ты без меня, а я без тебя. Она говорит, папа, я же ненадолго, а потом приходит, обнимает меня, говорит, я же скоро уезжаю. И вот эта взаимная зависимость, она существует, это нормально, но иногда это переходит границы и начинается манипуляция и со стороны родителей, и иногда со стороны детей, и с той и другой стороны. Поэтому вот здесь важно понимать всему свое время. И четвертое картинка, давайте мы посмотрим. Это когда уже дети вырастают, когда они влюбляются, женятся, выходят замуж, создают свою семью, то семья уже находится в своем круге, то есть своя семья, а родители они вынесены за этот круг, то есть дети создали свою семью. И вот здесь важно, чтобы правильно были построены взаимоотношения между детьми, которые уже имеют свою семью и родителями, чтобы не было контроля и и чтобы не было нарушения заповеди, потому что сколько бы мы не взрослели, а заповедь «Почитай отца и мать» остается актуальной на всю жизнь. Да, может быть, какая-то форма исполнения этой заповеди меняется, но мы должны почитать своих родителей. поэтому здесь мы видим, что уже создается семья и все потребности, которые есть у молодых людей, у мужа, у жены, они восполняются в семье. Не к родителям бежит жена, чтобы восполнить свою эмоциональную потребность поплакаться в жилетку мамы, рассказать, какой муж, или наоборот, муж уходит, жена что-то готовить особо не умеет, а мамочка всегда приготовит. И он туда уходит. И вот эти вот взаимоотношения, они не строятся в семье, они выходят за пределы. И это несет определенное напряжение в браке. У меня второй сын женился уже где-то три года вроде, я уже потерялся. И когда он приходит к нам и он говорит, мама, моя жена так вкусно готовит. Моя жена поворачивает, ты это мне говоришь? моя жена очень хорошо готовит. И она говорит, ну правильно, сынок, Бог так и создал, чтобы муж полюбил еду своей жены. Чтобы она была самая вкусная, хотя когда ты смотришь и ешь, не очень вкусно, но для него она самая вкусная. поэтому как важно вот взаимоотношения строят семье и все потребности удовлетворяться должны в семье. Любовь, утешение, ободрение, взаимопонимание, все, в чем мы нуждаемся, это должно быть в семье. Поэтому Писание ставит нас в ответственность. Как я уже сказал, в бытие сказано оставит человек отца и мать, прилепится к жене, это касается и мужчины, это касается и женщины, это касается молодых людей, и они соединяются. Поэтому важная часть семейной жизни сегодня касается как раз аспекта оставить И это должно произойти не только географически, пространственно, но и эмоционально, и духовно. То есть все, что нам нужно, это в нашей семье. Все потребности мы восполняем, находясь в браке. Если мы ищем на стороне, это угроза. Вот поэтому важно, чтобы отношения родителей к своим детям, у которых семья, строились уже не на принципе это мой сын, а это наша дочь, а это семья. Это семья молодая, новая семья, и нужно к ним относиться как к семье, то есть строить взрослые здоровые отношения. Не секрет, что сегодняшнее поколение детей, они уходят из дома намного раньше, чем они выходят замуж или женятся. Или у вас по-другому. У нас вот очень часто они пытаются уйти, еще не женившись и не выйдя замуж. И они вроде уезжают, но зависимость полная. Нужны деньги? Звонит маме, папе. Нужно еще что-то? Туда. Я помню, когда мой старший сын уехал, он уехал сперва в Екатеринбург, потом в Москву, сейчас уже живет в Нью-Йорке, я ему сказал, это твой выбор. Если ты поехал, все, ты сам о себе заботишься. Я так благодарен, что он мне никогда не звонил, и говорил, папа, нужны деньги. Но когда я приезжал в Москву, он меня ввел в ресторан и кормил. Вы знаете, если дети отделяются, нужно не привязывать их ни веревками, ни канатами. Иногда это непросто сделать родителям. поэтому оставить это касается как молодых, так и родителей. Еще остался, да, этот рисунок. видим здесь родители вынесены за круг. Все, это семья. и с ними нужно строить очень здоровые отношения. Взрослые. Как устанавливать хорошие отношения с родителями? То есть мы увидели, что есть возрастание и по мере нашего возрастания происходит отделение. Мы никак это изменить не можем. Я вообще сожалею всегда, когда я вижу родителей, которые никак не могут отпустить своих детей. Ему уже 50, а он все с мамой. И у него уже философия, что за родители, которые меня до пенсии прокормить не могут. Это порочная философия. Он взрослый человек. Все. ты сам строишь жизнь. Тем более, когда это семья. Итак, как нам выстраивать хорошие отношения с родителями? Конечно же, друзья, здесь нет такой жесткой формы. У каждой семьи выстраиваются свои взаимоотношения с родственниками, с родителями мужа и с родителями жены. Потому что может быть разная вот составляющая этих отношений, потому что где-то полная семья, живый мама-папа, где-то только или мама, или отец, и так далее. Мы сейчас посмотрим пять принципов развития и установления правильных здоровых отношений в семье. Пять принципов, которые мы должны положить в основание наших отношений с нашими родителями. Первое. Стремитесь разрешать любые конфликты с ними. Я думаю, что я не открою что-то новое, говоря о конфликтах. Они существовали и они есть. Поэтому любые отношения предполагают определенную степень разногласия. Я не говорю о каких-то серьезных конфликтах, но возникает разногласие. Например, я помню, когда я уже был женат, и мама приезжала к нам в гости. И мы покупали тогда стиральную машину. мама мне говорит, зачем деньги тратить? Я всю жизнь на 10 детей стирала вручную. Я говорю, мама, а моя жена будет стирать в машинке. Разногласия. Да, я понимаю, поколение моих родителей так стирали, но моя жена так стирать не будет. И у меня сейчас вообще две машинки стиральных. Потому что одна может сломаться, другая нет. Чтобы не было никаких проблем. Поэтому в браке, как и в взаимоотношениях между поколениями могут возникать какие-то недопонимания, разногласия, даже конфликты. И их нужно решать. Хотим мы это или нет, но нам нужно выстраивать взаимоотношения с нашими родственниками, с нашими родителями. Что для этого необходимо? Первое. Выясните, что нанесло рану. В чем суть проблемы этого конфликта. Иногда это может быть какая-то серьезная крупная проблема. И в результате этого возник конфликт. Может этот конфликт был спровоцирован множеством мелких каких-то, может даже не очень важных моментов, но они создали вот это напряжение. Иногда это может быть просто то, что с годами накопилось. И когда молодые люди выходят из своей семьи, они выносят оттуда то, что накопили там. В этот момент очень важно вот раскрывать, открывать это друг перед другом. Я говорю о семье, о муже и жене. Потому что если мы не разрешим вот этот конфликт, который с годами накопился, он будет взрывоопасной ситуацией или обстановкой в семье. Поэтому важно разобраться в чем причина этого напряжения или гнева или конфликта. Следующий шаг, который нужно сделать, подумайте за что нужно извиниться. Потому что не секрет, если есть конфликт, виновата не одна сторона. Как правило, в конфликте участвуют двое. Я всегда говорю в семье, если муж будет поступать сто процентов по слову Божьему, Бог быстро достанет жену. Если жена встанет в позицию Божьего слова, Бог быстро поговорит с мужем. А если муж неправ и жена неправа на пятьдесят с кем разбираться? Жена, конечно же, считает, что с мужем. А муж говорит, нет, с женой. Бог говорит, нет, с обоими. Поэтому важно занять вот эту позицию. А если есть конфликт, в чем мне нужно измениться или извиниться? Поэтому нужно спросить себя, возможно ли это сделать? Потому что может быть следующая проблема, когда родители может уже умерли, а внутренняя проблема осталась, ее нужно решать. Или родители не слышат тебя, то нужно ответить на вопрос себе, а вообще изменит ли что-то, если я пойду решать эту проблему, может мне стоит самому разобраться, попросить прощения у Бога, перед Богом и развязать этот узел. Потому что иногда родители даже не понимают, что они что-то сделали неправильно. Поэтому подумай над чем или в чем тебе нужно извиниться. И третий шаг будьте готовы простить. Потому что важно, чтобы в нашем сердце не было никаких обид, никаких моментов, которые бы разделяли нас с нашими родными. Чтобы пришло прощение, ушло негодование, гнев и так далее, это нужно решать. Поэтому если это возможно, нужно идти на примирение. Если в этом есть сложность, важно это сделать в своем сердце и перед Богом. Почему нам нужно выстраивать вот эти отношения с нашими родителями? Потому что не секрет, они не только наши родители, они еще становятся бабушками, дедушками для наших детей. И важно, чтобы вот наш конфликт, он не переходил на другое поколение. Согласитесь, любые родители, они всегда по-другому воспринимают своих внуков. Аминь. Так жизнь устроена. Иногда даже рождение внуков или внучь меняет отношения с родителями, потому что вдруг все меняется. Но важно все-таки разбираться до конца с этими конфликтами. Поэтому мы должны стремиться, насколько это в нашей власти, в наших силах разрешить конфликт с нашими родителями. Второй момент. Мы должны рассматривать их нужды. У наших родителей существуют определенные нужды. И они ожидают, что эти нужды будут как-то восполнены. Например, когда родители уже состарились, они нуждаются в партнерстве. То есть им нужна какая-то помощь или забота. Если они остались одни, например, муж умер или наоборот, и остался один папа или мама, то это одиночество для них иногда очень сложно переживаемо. И они нуждаются в партнерстве, чтобы дети их понимали. Второй важный момент это устное общение. Когда моя мама была жива и с ней произошли определенные трагические события, она сломала одну шейку бедра, потом вторую, в результате оказалась на постели, мы несколько лет за ней ухаживали. И что ей нужно было, чтобы дети приходили и с ней общались. Сидели, разговаривали, и в этом была потребность. Я думаю, кто-то меня понимает. Когда ты сам звонишь или приходишь к своим родителям, то им нужно общение. Вот у меня сейчас осталась одна теща, то есть вот мама моей жены. Все, остальные мои родители умерли, отец моей жены уже давно умер, и вот она одна, она придет в гости, ее не переслушаешь, ей только нужны уши. Тебе даже особо говорить нечего. Просто сиди и слушай, она будет рассказывать. Ей нужно общение. Родители хотят, чтобы мы приходили к ним, не только по праздникам, чтобы мы отпускали внуков, чтобы мы какие-то праздники проводили с ними. то есть они нуждаются в этом устном общении со своими детьми. Следующий момент это ободрение. Мы можем ободрять, как-то выражать свое сыновское, вот эту любовь к своим родителям. Каким образом? Есть множество. Раньше это было популярно, может, там, открытку или что-то, сейчас смс-ку или более современно как-то входят в скайп и другие средства связи и общаются. Они в этом нуждаются. И они чувствуют, что они не просто вот какая-то данность. Они родители, ты ушел, они себе живут, а ты себе. Что ты о них помнишь. ты о них заботишься. Следующее, в чем нуждаются родители, это безопасность. Вы знаете, есть момент, когда родители достигают такого возраста, когда они нуждаются в том, чтобы о них позаботились. Я вспоминаю свой момент, когда моей маме уже было прилично. И как раз перед Рождеством мы собирали всей семьей, потому что мама жила отдельно в своем доме, и мы говорили, мама, тебе нужно кому-то переехать. Она говорила, нет, нет, я сама, мне не надо никого. И мы пытались убедить, но она отказалась. И буквально через пять дней она дома упала и сломала шейку бедра. Она вот не понимала, что ей нужна уже защита, потому что ты можешь буквально на ровном месте споткнуться и все. Поэтому некоторые берут уже пожилых родителей к себе, это не нарушение заповеди оставить, это наоборот повеление заботиться о своих родителей. Я понимаю, есть трудности, но мы должны позаботиться о безопасности. и какая-то практическая помощь своим родителям или совет. Почитай отца и мать это заповедь с обетованием, которое остается на всю жизнь для детей. Несмотря на то, что ты сам становишься взрослым, родителем и так далее. Третье. Что необходимо во взаимоотношениях это отойти от эмоциональной зависимости от своих родителей. Вы знаете, когда молодые создают семью, иногда они даже не придают значения этому вопросу и никогда не обсуждают его, но вот эта зависимость невидимая эмоционально или еще на каких-то сферах она остается и это потом влияет. Вы знаете, нужно в своей жизни ответить себе на простой вопрос. Если Писание говорит оставить, то выполнили ли ты это требование? И вот одна семейная пара свидетельствует об одном эпизоде своей жизни, о зависимости от своих родителей, которым было трудно отпустить их. И вот они пишут следующее. Родители мужа, то есть мама умерла, а остался только отец. И так как он был один, он нуждался вот в этом общении. И он очень часто звонил своему сыну по телефону. И они могли разговаривать часами. И жена начала ощущать себя знаете обделенной. Она конечно вначале молчала и говорила ну отцу нужно общение. Я должна это понимать. Но он как правило звонил в самый неподходящий момент, когда мы садились за стол кушать или даже вечером уже поздно и мог долго говорить. И однажды говорит я просто уже не выдержала и сказала мужу нужно что-то менять. Потому что когда ты говоришь с отцом и рассказываешь ему все новости в моем присутствии и потом мы общаемся тебе уже не хочется рассказывать все заново. Мы теряем общение. и тогда они решили что муж будет говорить с отцом в рабочее время в определенные часы а когда он дома будет общаться с женой и она говорит я получила исцеление. Вы знаете как важно понимать что оставить это требование не только для детей но и для родителей. поэтому когда есть вот такие проблемы эмоциональной зависимости мы должны все расставить на свои места. Четвертый момент мы должны сами принимать решения. Вы знаете у родителей часто есть такое поползновение в этом направлении решать что-то со своей дочерью или со своим сыном. То есть вы пришли к ним в гости и они начинают что-то говорить или жена пошла в гости муж ушел к своим родителям и вдруг они что-то решают и потом уже с этим решением приходят и говорят вот родители предложили давай мы поедем в отпуск вместе с ними муж смотрит на нее и говорит а со мной надо было посоветоваться поговорить решить поэтому важные все решения они должны приниматься не с родителями а в кругу семьи особенно когда касается отпуска каких-то приобретений или еще каких-то моментов важно чтобы между мужем и женой было единство потому что иногда может быть давление со стороны родителей и дочь она чувствует что не может этому противостать или наоборот сын чувствует как я могу обидеть своих родителей это уже тонкая манипуляция мы видели эту картинку когда молодая семья в отдельном круге и все решается между ними безусловно мы должны быть благодарны за многие советы которые дают наши родители я думаю многие советы были хорошими благословенными для нас но манипуляции не должно быть ну например чтобы было понятно мама дарит шторы и говорит их нужно повесить вот здесь а дети их повесили там мама приходит говорит где мои шторы там нет они здесь должны висеть или еще хуже дети взяли и подарили другим где наши шторы мы их подарили как вы могли это же наш подарок знаете когда мы что-то делаем детям не надо привязывать к ним канаты и пытаться этим манипулировать и управлять если мы делаем то пусть это будет от сердца и с любовью аминь конечно же я ни в коем случае не говорю что мы должны отталкивать родителей пренебрегать ими мы должны быть мудрыми выслушали хороший совет или предложение и ты говоришь я это должна обсудить со своим мужем или наоборот я должна должен поговорить со своей женой мы должны решить это вместе когда это есть то это благословение когда нет вот этих вот взаимоотношений когда решается где-то на стороне это угроза для брака и пятый момент мы должны поддерживать друг друга как муж и жена то есть другими словами мы должны выступать единым фронтом когда вопрос касается каких-то моментов преданности о чем я говорю вы знаете когда мы оказываемся в родительском доме иногда поведение наших партнеров оно начинает как-то меняться ты видишь муж дома один попал в семью свою вдруг он начинает вести себя по-другому что-то родители говорят по поводу жены он говорит да-да-да-да она такая-такая но когда дома он говорит другое здесь важно быть едиными потому что нет совершенных людей ну кто из нас совершенный и нет никаких недостатков ты скажешь ну я конечно каждый со своей колокольной судит о том кто он но мы понимаем что у нас есть какие-то недостатки вот поэтому мы и вместе покрывая слабые стороны своими сильными сторонами поэтому ради единства мы не имеем права идти на компромисс или угождать своим близким наша семья это наша семья поэтому мы должны принимать решения со своими партнерами если то что предлагается идет в разрез с нашими желаниями мы должны от этого отказаться потому что это наша жизнь это наша семья очень важно понимать когда звучит критика в адрес нашей половины важно не принимать потому что это семя попадая будет давать последствия я скажу больше вопрос касающийся поддержки друг друга вы знаете мы в нашем развитии семьи будем проходить разные периоды нашей жизни и будут моменты когда будут потрясения трудности и важно в этот момент как говорят не выносить ссор из избы а пытаться вырулить конечно когда есть трудности которые мы не можем решить то нам нужен не просто человек который нас поддержит и обвинит партнера а нужен духовный человек который поможет нам разрешить этот конфликт это может быть служитель или очень духовный человек который поможет выйти из этого положения поэтому очень важно чтобы мы решали это в своем кругу я чувствую мне надо завершению идти да ну я еще часть сказал остальное ну как-то другой раз хорошо буквально один пример который касается как раз вот этого пятого момента одна семья рассказывает такую ситуацию в семье мужа было такое правило мама сказала все мои дети от самого рождения никогда не брали соску поэтому все мои внуки должны вырасти без сосок вот решение мамы но семья живет отдельно и так как ребенок был очень беспокойный единственное что решало проблему это соска и они решили с мужем что их ребенок будет расти с соской но муж собрался в командировку ему нужно было уехать и в этот момент жена должна была жить в доме его родителей и для нее был стресс она понимала отношение свекрови к соске и она пережила такой стресс она даже плакала и говорила я не знаю как я столько времени буду прятаться от твоей мамы чтобы она не увидела соску она говорит я боюсь он говорит хорошо мы этот конфликт решим он взял телефон позвонил своей маме сперва поговорили о тома сема хороших вещах и все и потом он говорит мама есть один вопрос когда моя жена будет жить у вас то наш ребенок будет спать и находиться с соской и он говорит услышал с того конца провода сын никогда ни при каких условиях наши внуки соски сосать не будут потому что мои дети выросли без них и внуки тоже она говорит поспорили сын говорил одно она другое потом сын сказал мама мы все решили наши дети будут сосками и положил трубку повернулся к жене а та дрожала как кленовый листочек но она знала что муж на ее стороне они решили и когда муж уехал в командировку она пошла к родителям мужа но за все это время и потом свекровь никогда не задавала вопрос про соску вопрос был закрыт поэтому вот важно чтобы муж и жена выступали одним фронтом потому что есть моменты родители вот так решали но мы решили вот так все это наше решение это не значит что это плохо хорошо и так далее еще может быть вы знаете такой момент когда есть вещи которые они не хорошо не плохо просто вот ну так было заведено в семье что я имею ввиду например как праздновать Рождество в каждой семье по разному и вот одна пара свидетельствует жена говорит в нашей семье мы так ждали Рождества но подарки мы раскрывали после обеда к вечеру ни в коем случае не утром а у мужа подарки открывали утром до обеда и вот когда они поженились наступило Рождество муж встал и побежал открывать ни в коем случае только после обеда вы знаете это не грех открывать до обеда или после обеда просто это так заведено и в семье важно согласиться и договориться когда будем открывать подарки это решаемо аминь поэтому друзья мои конечно же я еще не поговорил о трех моментах что влияет на наши взаимоотношения это момент позитивный нейтральный негативный но все это побуждает нас к тому чтобы мы в своей жизни понимали отношения с нашими родителями должны быть налажены да у нас будут свои взгляды и родители должны уважать наше решение но это не дает нам право пренебрегать родителями родители этот статус священ на всю жизнь но это не значит что они будут манипулировать своими детьми до своей смерти поэтому нужно выстраивать здоровые взрослые отношения с новой образовавшейся семьей это касается и семьи новой и родителей супругов и мужа и жены господь мы благодарим тебя за то что ты создал семью и ты выстраиваешь ты заботишься ты созидаешь семью спасибо тебе господь и мы просим пусть твоя благодать твоя милость она пребывает над нами чтобы каждая семья это был едем это была территория максимального благословения мы молимся об этом отец во имя иисуса христа аминь